Девушки отдыхают Девушки отдыхают Итак, я думаю, что первый вопрос, который следует задать в этом контексте, должен быть такой Должны ли христиане, или даже неверующие люди, должны ли мы все выступать против предоставления гомосексуалистам основных гражданских прав? Другими словами, должны ли мы одобрять дискриминацию этих людей, чтобы они не могли получить работу, не могли жить в каких-то определенных домах и квартирах? Что мы думаем по этому поводу? Итак, что касается получения работы, мне кажется, что если кто-то говорит «нет, мы не должны принимать их на работу», то какую вы предлагаете альтернативу в этом случае? Я хочу сказать, что мы не живем при ветхозаветной теократии и не можем наказывать этот грех, просто выведя таких людей за пределы городов и побив камнями до смерти. Такая альтернатива не может даже обсуждаться в новозаветном периоде, не говоря уже конкретно о нашем обществе. Если же мы не можем предавать таких людей смерти и не хотим предоставлять им возможность устроиться на работу, то какими будут альтернативные варианты? Тогда обществу придется предоставить им социальное обеспечение и принять соответствующий закон, но не думаю, что кто-то назовет такое решение благоразумным. Потому что я считаю, что будет очень трудно отвергнуть идею, что у этих людей есть право устроиться на работу, зарабатывать себе на жизнь. А теперь, что касается вопроса о месте их проживания. Я думаю, что чаще всего это будет зависеть от того, кто является собственником недвижимости, в которой они живут, и также от законов, которые действуют в конкретном штате или в какой-то другой стране в мире. Однако, я думаю, что, как и в первом случае, если мы скажем, что им нельзя нигде жить, то какие у них альтернативы? Итак, нам не разрешают их казнить. Мы также не можем сказать, пусть живут они на улице. Мы не можем сказать, что мы не хотим, чтобы они жили в квартирах, рядом с нами, с нашими детьми, в одном квартирном комплексе. Я не думаю, что будет уместно призывать к чему-нибудь подобному. Я имею в виду то, что нам ведь нужно призывать людей к тому, чтобы они были ответственными гражданами своей страны, своего общества и работали. Можно найти места в Писании, в которых объясняется, что происходит с человеком, который не заботится об основных нуждах своей семьи. Что в Писании говорится о таком человеке. Итак, с точки зрения морали, я думаю, что мы не можем сказать, есть веское основание не предоставлять таким людям работу, и что есть веское основание не позволять им жить там, где им хотелось бы. Я думаю, что в таком случае необходимо следующее. И вот, что я собирался сказать. Во-первых, нам нужно ознакомиться с законами города или штата. Я подозреваю, что даже если вам не разрешают отказать кому-то в аренде квартиры, зданий, которые являются вашей собственностью, скорее всего, вам нужно будет узнать, можете ли вы требовать от таких людей не вести подобный образ жизни, когда они находятся в пределах вашей собственности. Я думаю, что в основном, например, если тот, кто решил поселиться в одной из ваших квартир, был наркоманом и распространял наркотики, я думаю, что в этом случае у вас есть право требовать, чтобы такие люди не занимались этим на вашей территории. Ведь эти случаи нельзя назвать абсолютно идентичными, потому что употребление наркотиков и распространение наркотиков прямо запрещено законом в нашей стране. В данное время в большинстве штатов. А гомосексуальность и гомосексуальные отношения не являются преступлениями против закона. Когда-то во многих штатах это считалось преступлением, но я думаю, что в последнее время эти законы были аннулированы. Поэтому я считаю, что если кто-то говорит, я действительно не хочу, чтобы гомосексуалисты и лесбиянки проживали в моем здании, но потом окажется, что по установлениям города или штата вы не имеете права отказать им на этом основании, тогда я думаю, что у вас есть единственный выход. Вы можете сказать, хорошо, в этом случае я не желаю быть владельцем собственности в этом городе. Есть другие города, где я могу приобрести недвижимость и сдавать ее в аренду. Итак, мне кажется, если не даваться в детали, что не будет считаться безнравственным предоставление людям, ведущим такой образ жизни, их основных гражданских прав и право зарабатывать на жизнь и так далее и тому подобное. Если кто-то скажет, но разве мы не можем дискриминировать этих людей, не допуская их до определенных видов работы, например, разве мы не можем не подпускать таких людей к должности учителя, начальных классов или учителя средних и старших классов? Это может показаться вам странным, но я предполагаю, что, допустим, их сфера деятельности – это способность преподавать, преподавать конкретный предмет. А теперь мы говорим, что потому что вы гомосексуалист, вы не можете заниматься этим предметом, не можете его преподавать студентам. Как и прежде, подумайте, что конкретно мы хотим этим сказать? Вы можете жить на социальное пособие – это мы хотим им сказать? Или ищите себе работу, которая не будет связана с вашими способностями? Не думаю, что это практично. Но, с другой стороны, ведь нет ничего плохого в том, чтобы сказать. Послушайте, если мы примем вас на работу, знаете, в действительности я бы сказал это также и гетеросексуальному работнику, итак, если мы принимаем кого-то на эту должность, то такой человек должен понимать, что мы ожидаем, что он не будет вербовать других, присоединиться к его образу жизни. И я бы повторил то же самое и гетеросексуальному работнику, такому, который ведет беспорядочную половую жизнь. Вы должны понять, что вы не имеете права привлекать других людей для удовлетворения своих сексуальных желаний. Вы должны понять, что пока вы занимаетесь тем, что обучаете учеников тому, чему они должны быть научены, чтению, письмо, арифметике, науке, и не поднимаете вопрос о своих особенностях, тогда я не вижу причин для вашей дисквалификации в качестве преподавателя. Я имею в виду, если они действительно получили педагогическое образование, обучались на курсах и имеют лицензию, позволяющую им преподавать. Что-то подобное я сказал бы и гетеросексуальному работнику. Вы должны понять, что если вы гетеросексуальны, но считаете нормальным вести беспорядочную половую жизнь, преподавание не дает вам права привлекать представителей противоположного пола, перенять ваш образ жизни для собственного удовлетворения. И если вы все же решитесь на это, вы, несомненно, рискуете потерять работу. Все это имеет отношение к основным вопросам о гражданских правах. Хочу ли я, чтобы моих детей обучал гомосексуалист или лесбиянка? Я думаю, что если бы у меня был выбор, я бы ответил нет. Но подумайте, есть ли у меня законное право, или даже моральное право, отказывать им? Я не могу уверенно сказать, что у меня оно есть. Самое основополагающее из того, что я хотел бы сказать, и это имеет отношение к ряду вопросов, которые мы уже обсуждали, и будем еще обсуждать на этом курсе, заключается в том, что если нет морального права сделать что-то, то не должно быть и законного права на это. Я знаю, что говорю о журавле в небе, это идеализм, потому что очень часто люди говорят, я думаю, что вот этот закон несправедлив, каким бы законом он ни был. Однако он действует как закон в нашем обществе, и мы можем сказать, этот закон действительно безнравственен. Но ничего не можем поделать с этим. Если окажется, что закон, а я думаю, что я уже намекал на это чуть-чуть здесь, чуть-чуть там, с самого начала семестра, если окажется, что закон основан на представлении кого-то о добре и зле, это означает, что закон хоть в какой-то степени основывается на нравственности. Тогда, хотя бы в идеале, как христианин, или даже как неверующий человек, я не должен поддерживать и одобрять мнение, что у людей есть законные права делать то, на что у них нет морального права. А отсюда следует, я также не могу видеть нравственного обоснования для законного постановления о возможности однополых браков или чего-то подобного. Я не думаю, что если мы возражаем против однополых браков, это означает, что нужно выйти и унизить гомосексуалистов и обращаться с ними на уровне ниже, чем с животными. Нам не нужно реагировать таким образом. Но я думаю, что у нас есть право сказать. Лично я не могу назвать это браком в соответствии с моей этической позицией. Вы можете поспорить о том, правильно или неправильно моя этическая позиция, я с удовольствием поспорю с вами об этом, но если что-то недопустимо или неприемлемо с моральной точки зрения, то для чего нужно узаконивать это, только потому, что кто-то громко кричит, чтобы им предоставили те же права, что и другим семейным парам. Мы можем сказать таким людям, если вы принимаете решение об образе жизни, это может быть беспорядочная, гетеросексуальная половая жизнь или вовлечение в гомосексуальные, лесбийские отношения, знайте, что к каждому образу жизни прикрепляется бирка с ценой, указанная на ней. В какой-то момент вы должны осознать, что вы не можете просто получить то, что хотите и никогда не нести ответственность за какие-либо последствия. Но мне кажется, что людям необходимо признать, что есть то, что можно назвать браком, а есть то, что таковым не является. По крайней мере, очень многие из нас считают, что это так. И мы не должны голосовать на референдуме, чтобы легализовать в штате однополые браки. Вы помните, на прошлых выборах этот вопрос был записан в бюллетенях во многих штатах, и в каждом из них голосовавшие ответили «Нет, мы не хотим легализации этого». Хорошо, это только общая картина. А что касается нас, христиан, я думаю, нам нужно сказать следующее. И это приведет к завершению обсуждения, потому что многие из этих людей, вероятно, большинство из них даже, не познали Христа. Так вот, можем ли мы сказать, «Ну, они совсем другие, и мы больше не обязаны приводить их ко Христу?» И если они заболеют СПИДом в результате гомосексуальных отношений, нам совсем не обязательно ни в каком виде или форме проявлять к ним сострадание и сочувствие. Они сами виноваты. Я не думаю, что это можно назвать христианским отношением. Я думаю, если от нас требуется служить всем людям, которых Бог ставит на нашем жизненном пути, и я думаю, что, несмотря на то, что мы можем не одобрять их образ жизни, в результате которого они заразились СПИДом, то это еще не означает, что у нас есть право говорить, «Вы получили по заслугам, и у меня нет ни капли сострадания к вам». В какой-то степени любую болезнь, которой заболеет любой из нас, мы заслужили, потому что мы живем в грешном мире, и мы все ответственны за то, что он грешный. Поэтому, если вы не проявляете сочувствия к тому, кто получил что-то в результате греха, то никто не должен чувствовать сострадание по отношению к каждому из нас, когда приходит что-то плохое. Я просто не думаю, что такая реакция обоснована. Но я думаю, что мы должны быть осторожны, мы должны быть предусмотрительны, мудры, общаясь с людьми, ведущими такой образ жизни. Вы можете подумать, что я покажусь им грубым, если буду проповедовать евангельскую весть, и на первый взгляд это может выглядеть так. Может быть, этот человек окажется одного с вами пола, и получится так, что в процессе общения он постепенно привяжется к вам, просто по-дружески. И я не думаю, что это означает, что вам в этом случае нужно сказать. Я больше никогда не буду встречаться с этим человеком. Но я думаю, что нам нужно проявлять мудрость и понимать, что происходит вокруг. Кстати, кто-то может сказать, да, но разве нам обязательно пытаться служить этим людям? Да, я думаю, что мы должны служить и таким людям, если их географическое положение там, куда Бог отправил нас на служение. Я думаю, что если мы даже не находимся в такой местности, но если проявляется возможность послужить людям, которые ведут такой образ жизни, это будет неплохо. Что ж, кто-то может сказать, означает ли это, что мы должны принимать их в нашей церкви, на наших богослужениях? Я отвечу таким образом. А где бы вы предпочли, чтобы эти люди находились? На вашем служении, где можно услышать Евангелие, или за стенами церкви, где они погружены в свой образ жизни? Мне кажется, что по данному вопросу не может быть разных мнений. Даже в том случае, если они не откликнутся на то, что они услышат в проповеди, провозглашенной с кафедры, и останутся при своем мнении. Но кто может знать, как будет воздействовать на них Святой Дух? И все равно у нас остается обязательство попытаться послужить и оставить свой след в жизни таких людей. С другой стороны, я не думаю, что нам нужно настаивать, чтобы у них были особые права, которых нет больше ни у кого, потому что у них другой образ жизни. Как будто они не могут ничего с этим поделать и стали жертвой своего образа жизни. Если вы согласны с тем, что говорит Писание об этом, об окончательном отвержении истины о Боге, тогда я не думаю, что мы можем сказать, что эти люди от рождения такие. А, следовательно, нужно сделать некоторые исключения для них, потому что они необыкновенные люди. Я не думаю, что это правда. А теперь, что касается выражения «возрожденный гомосексуалист». Несколько лет назад и достаточно продолжительное время, я думаю, я склонялся к тому, что на основании первой главы послания к римлянам, где указывается причина этого греха, я не видел, как кто-то мог оставаться гомосексуалистом или лесбиянкой и при этом быть на самом деле возрожденным свыше христианином или христианкой. Но, с другой стороны, время от времени вы встречаете людей, которые признаются, что они гомосексуалисты, и при этом говорят, что тоже приняли Христа как личного спасителя. Вы спросите, почему они в этом уверены? Они скажут, что они услышали благую весть, и они даже могут объяснить ее суть, возможно, так же хорошо, как вы и я. И они при этом говорят, «Я не только понял суть Евангелия, но и уверовал в Иисуса Христа как в личного спасителя». Что ж, все мы можем сказать, что только Бог действительно знает, что в их сердце. И разве нет вероятности, что такой человек спасен? Когда я размышлял над этим, я думал, как мне сопоставить это с тем, что написано в послании к римлянам, потому что я не хочу противоречить Писанию. И после того, как я обдумал этот вопрос, я посчитал, что я раньше слишком узко рассматривал то, что говорится в этом фрагменте, в послании к римлянам по этой теме. Я истолковывал то, что они отвергали откровение о Боге, как то, что они отвергали Евангелие. Но вполне возможно, что кто-то, каким бы невероятным это ни казалось, вполне возможно, что кто-то может понять Евангелие, понять, что он нуждается в Спасителе, принять Христа, но при этом все равно отвергать другие истины, которые Бог открыл о себе, включая и его откровения, касающиеся конкретно этого образа жизни. Поэтому я не думаю, что мы должны говорить, что действительно рожденный свыше человек и гомосексуалист не могут быть одним лицом. Потому что в послании написано, что они отвергли откровение. Они могли отвергнуть откровение, но не обязательно отвергли Евангелие. Значит, такое возможно. Хотя кто-то может сказать, может ли это означать, что мы обязаны, когда услышим свидетельство человека такого сорта, что мы обязаны принять его в члены церкви. В данном случае, я думаю, что чаще всего ответ будет «нет». Почему я говорю «чаще всего»? Потому что это будет зависеть от того, что говорится в уставе вашей церкви, о членстве в церкви. Многие уставы евангельских церквей, с которыми я знаком, не только требуют от членов церкви принятия Иисуса Христа личным спасителем, но и стремиться жить, подчиняясь господству Иисуса Христа в своей жизни. Если в Писании приводятся заповеди о том, что нужно делать, а чего не нужно делать, и вы отвергаете это, то нет никаких оснований считать, что вы живете, подчиняясь господству Христа в вашей жизни. Кроме того, в уставах некоторых церквей написано, чтобы стать членом церкви, нужно уверовать в Иисуса Христа, как Спасителя, и согласиться придерживаться такого же толкования Писания, как и руководство церкви. Есть разные формулировки. По-разному пишется в различных уставах церквей, но опять же, те, кто несут служение пресвитера, диакона и так далее, в поместной церкви, я имею в виду в евангельской церкви, обычно не принадлежат к числу тех, кто думает, что вот гомосексуальные и лесбийские отношения и образ жизни приемлемы для христианина. Вот поэтому я не считаю, что благоразумно поступит тот, кто скажет, знаете, вы гомосексуалист, или вы лесбиянка, и поэтому вы не можете присутствовать на нашем богослужении в церкви. Конечно, нельзя допускать, чтобы они приходили и перебивали нас во время проповеди, но такое поведение никому не разрешается. Но естественно, что они могут приходить, чтобы посидеть и послушать. Это не означает, что я обязан, или что вы обязаны, или церковь, как единое целое, обязана принимать их в члены церкви. Вот такая у меня позиция по этим вопросам. Я знаю, что некоторые христиане намного консервативнее, даже когда речь идет о гражданских правах. Я думаю, что я понимаю, какими чувствами они движимы, какие мысли способствуют этому, и я полагаю, что просто не вижу, если посмотреть на альтернативы, как можно отнимать у человека право зарабатывать на жизнь, или иметь место жительства и тому подобное. Я не вижу никакого смысла в альтернативных вариантах. И вы знаете, что эти люди созданы по образу Божьему, так же, как и мы с вами. Это вовсе не значит, что наше духовное положение или наше духовное состояние такое же, как у них. Но мы не можем говорить здесь о разнице между теми, кто несет образ Божий с одной стороны, и животными, которые не сотворены по образу Божьему. Они, эти люди, не животные. Они не ниже нас. Они не подчиненный класс среди творений. Но, к сожалению, иногда случается так, что многие достаточно консервативные люди в духовном и в других смыслах воспринимали людей, ведущих такой образ жизни, именно как низменных существ, а не как людей. и вы понимаете, что будет, если в какой-то момент случится так, что член вашей семьи или друг окажется гомосексуалистом или лесбиянкой. И при этом вы достаточно знаете об их жизни, и вы не можете назвать их низменным существом. И тогда вам становится намного понятнее эта ситуация. Я думаю, что, возможно, происходит следующее. Многие из нас, многие евангельские христиане, мы просто не продумываем различные вопросы, подобные этому до конца. Мы думаем, что нам-то уж не придется столкнуться с этой проблемой в нашей семье, в нашей церкви или в кругу наших друзей. И единственная категория людей, которым придется разбираться с этим, это люди, которые не интересуются ничем из того, что меня интересует в духовной сфере. Но все не совсем так просто. Я думаю, что когда кто-то начинает осознавать это, следующее, что может произойти, так это понимание того, что, возможно, наше отношение было, по крайней мере, на отношение некоторых из нас, было такое, что такой образ жизни не может быть свойственен человеку. Мы думали, они ведут себя, как животные, их природа не похожа на человеческую. Я думаю, что если у нас возникало такое отношение, то нам нужно переосмыслить его. Может ли оно быть приемлемым с библейской, нравственной, этической точки зрения. Вот это хотелось бы сказать. Пожалуйста, теперь какие есть у нас вопросы по этой теме? У меня возник вопрос. Я попытаюсь сформулировать его. Мы слышали о серии скандалов католической церкви, связанных с ростом сексуальных грехов среди священников. А с другой стороны, мы живем в обществе, которое смотрит на церковь как на образцовую модель, пример для подражания, какими должны быть мужи и служащие Богу. Но они видят извращение, несоответствие в этической, нравственной жизни, а ведь в этой сфере церковь должна быть образцом для поведения. Поэтому я хочу спросить о следующем. Как можно так поступать? Ну, вы знаете, потому что они действительно стараются изо всех сил преуменьшить это. Особенно, когда священников переводят в другой приход, а в некоторых деноминациях пытаются все сгладить или скрыть. Как бы вы к этому относились? Ну, вы понимаете. Знаете, лично я считаю, что они дисквалифицировали себя. Но это также относится и к гетеросексуальным, женатым людям, совершающим прелюбодеяния с представителем противоположного пола. Они также дисквалифицировали себя. По крайней мере, должны быть дисквалифицированы до того времени, когда не станет очевидным, что они раскаялись в содеянном. Это во-первых. А потом только можно говорить, чтобы они возможно были восстановлены. Я думаю, что эта картина для всех очевидна. Поэтому мы должны быть предусмотрительны, когда восстанавливаем таких служителей на руководящих постах слишком быстро. Потому что вы понимаете, что в определенной степени чувство гордости сопровождает руководящее положение. И не все могут достойно справиться с этим. Если есть слабость в одной сфере жизни человека, то вполне возможно, что появится искушение, связанное с гордостью. Поэтому лично я считаю, что любые сексуальные грехи приведут к дисквалификации. Я думаю, что будет заблуждением, если кто-то в любой церкви, римско-католической или протестантской, скажет, чтобы решить эту проблему, нужно отправить его в другой приход, или пусть занимается канцелярской работой. Такие люди могут заниматься канцелярской работой в церкви и все равно найдут тот или иной способ согрешить, ведь это будет совсем несложно и будут продолжать вести себя неподобающим образом. Вы можете сказать, что если даже эти люди будут навсегда лишены права занимать должность священника, они могут продолжать вести греховный образ жизни. да, возможно, так и будет, но, по крайней мере, если вы их сняли с должности, вы применили церковную дисциплину, и больше не будет казаться, что вы одобряете их проступки в какой-то степени. Этим вы говорите, даже если этот человек не думает, что поступает неправильно, даже если он не хочет отказаться от этого своего образа жизни, то мы все же должны ясно дать понять всем, что мы считаем это злом, что мы не собираемся предоставлять людям, ведущим аморальный образ жизни и руководящие должности. Честно говоря, я верю, что многие верующие католики хотели бы это услышать, потому что слишком участились подобные случаи. Но в наше время начинает складываться впечатление, что церковь не предпринимает последовательных действий в борьбе с этим. С одной стороны, она говорит, что гомосексуальность это грех, это противление природе, и мы не должны что-либо делать, чтобы способствовать этому. Но с другой стороны, если не применяется дисциплина в своих рядах среди своих членов, то о чем это говорит? И не только католикам, но и другим. И я не имею в виду только номинальных христиан, но и представителей других религий. Оказывается, что вы с удовольствием устанавливаете законы и приводите их в действие, за исключением тех случаев, когда нарушителем становится занимающей руководящую должность, скажут они. В самом начале прошлого урока мы не стали останавливаться на этом. Но потом я хотел вновь вернуться, чтобы подтвердить, что есть разница между человеком, имеющим склонность и испытывающим искушение, и тем, кто совершает эти действия. Не знаю, помните ли вы, как мы говорили о том, что Иаков писал о процессе искушения. Это не значит, что с момента, когда вас посещает искушение, что вы уже непроизвольно совершили грех. Где-то в этом процессе происходит зачатие греха, если использовать терминологию Иакова. Лично я применяю это и по отношению к гомосексуальности. А это означает, что у человека могут быть искушения, но он не доходит до такого состояния, чтобы подумать, «Я бы сделал это, если бы у меня была возможность, а потом действительно сделать это». Нет, я не думаю, что этот человек виновен в грехе, так же, как тот, у кого есть искушение солгать, он подумал об этом, но не сделал этого, не виновен во лжи, только потому, что он был искушаем. Да, очень важно видеть разницу между искушением с одной стороны и совершением греха с другой стороны. Я бы также не стал говорить, что гомосексуалисты правы вот в чем. Одна из проблем с защитниками прав гомосексуалистов заключается в том, что они думают, что если ты вступаешь в отношения с гомосексуалистами от природы, то это естественно. Не естественно только извращение, говорят они. Это не так. Всякие гомосексуальные отношения Писание считает злом. Неважно, занимается ли этим человек, который на самом деле гетеросексуал, но хочет попробовать и такой вариант, или же этим занимаются те, кто думает, что родились гомосексуалистами и их не прельщает противоположный пол. Эти отношения все равно осуждаются с точки зрения библейской этики. Если кого-то посещали искушение в этих сферах, в одном или более случаях, они слышали голос искушения, но на него не отреагировали, даже если они думали, что в этом не было ничего плохого, тогда я думаю, больше вероятности, что этот человек действительно родился свыше. Эти люди знали, что это значит, они говорили, что уверовали во Христа. но я бываю очень скептически настроен, когда я слышу, что кто-то говорит, что он рожденный свыше гей. Только потому, что очень трудно поверить тому, кто уверенно говорит. Я слышал свидетельство Святого Духа и согласен с тем, что нуждают спасители, но я думаю, что то, что Святой Дух свидетельствует мне о гомосексуальности неправильно. Разве в конечном счете все не сводится к тому, что Писание говорит о служении Святого Духа? Но я бы также сказал тому, кто считает, что в воровстве нет ничего ужасного, но вот с прелюбодеянием лучше не связываться. Я бы сказал, знаете ли, тот же Святой Дух будет обличать в случае второго греха, так же, как и в случае с первым указанным грехом. И если основанием для определения того, что считается грехом, а что нет, служит именно Слово Божие, в котором все это называется нарушением закона, то как вы можете избирательно подходить к этому, если Святой Дух сам говорит, вот, то, что ты натворил, это есть грех? Для меня это трудно. Именно поэтому я бываю скептически настроен, когда я слышу, когда кто-то говорит и хочет, чтобы я поверил, что он рожденный свыше христианин. Я не говорю, что каждый из нас стал всеведущим и начал правильно поступать в духовной сфере, как только уверовал во Христа, и у каждого из нас не осталось никаких пробелов в восприятиях, и я бы сказал то же самое о том, кто утверждает, что он возрожденный христианин, но сам прелюбодействует с представителем противоположного пола и не понимает, почему нас это возмущает. Мне не совсем верится, что такой человек, рожденный свыше, является действительно верующим. Пройдет, возможно, совсем немного времени, как мы начнем заниматься апологетикой вместо этики, но я думаю, что у меня есть обязательства и также право сказать, вот какое у меня представление о добре и о зле. Я также могу сказать, что с одной стороны я рад, потому что хочу, чтобы ты, дорогой друг, был счастлив, и также не хочу, чтобы ты был несчастен, но я не могу радоваться тому, что ты хочешь сделать, потому что я считаю это грехом, и я не могу потворствовать такому греху, но это не значит, что если ты приведешь с собой нового друга, и если ты захочешь, чтобы я познакомился с ним, я откажусь с ним поговорить, или буду относиться к нему с пренебрежением, я, конечно, буду говорить с ним, но с другой стороны, это вовсе не означает, что я обязан думать, что гомосексуализм это замечательно, и я обязан помогать вам, если вы захотите взять приемных детей, найти суррогатной матери, нет, ничего подобного я делать не обязан и не буду, это ваши проблемы, и в то же время я с удовольствием останусь доступным для общения с вами, чтобы мы могли поговорить о том, что на самом деле это есть благодеяние или это злодеяние с моральной точки зрения. Нужно честно признать, что очень часто вот в такой беседе, в такой борьбе христиане стараются убедить людей, всех, кто придерживается такого образа жизни или может быть еще не придерживается, но анализирует его, стараются убедить людей, что они могут измениться к лучшему. Конечно, это будет нелегко. Это не произойдет за один разговор и не всегда можно добиться успеха в каждом из случаев. Возможно, что некоторые люди смогут уйти от этого греха, но они потом могут вернуться назад. Но это не означает, что не стоит и попытаться им помочь. Субтитры Субтитры